или меньше. Мне про 90-е больше нравится бандитский Петербург-адвокат с Певцовым. Вот это реально прикольная вещь была. И музыка там здоровская. Что думаете о кетчупе? Что лежит в основе его цвета? Чего? Философия пошла, короче. Счастливое число Слевина, что думаете? Не смотрел. Так себе фильмец. На самом деле переоценен. Люди слишком любят у нас этого. Как это у актера зовут? Ну, в Перл-Харбере был Бен Аффлек, второй такой лохматый. Он еще в факультете играл. Так. В Перл-Харбере кто второй был? Я не помню второго в Перл-Харбере. В факультете много кто. Джош Хартнот, наверное. Да, да, да. Тоже мерзкая рожа. Есть такое. Есть такое, да. Раз уж говорили об откомедии, то что скажете о новом проекте в США? Не знаю, я вообще не любитель проектов. Я посмотрел. Кстати, понравилось больше, чем его обзоры. То есть, вот так могу сформулировать. То есть, смешнее. Хотя, отдает немножко самодеятельности на уровне Кэсси, конечно. Я считаю, что русский человек должен снимать в России, прежде всего. То есть, если ты патриот, то как бы это просто некрасиво. Деды воевали не для того, чтобы, знаешь ли, в Америке мы ездили, правильно? Ну, да. На загнивающий капитализм показывать, там, снимать. Да, да, согласен на все сто. Как спрашивают, как режиссер Быков и его фильмы «Дурак, майор и жить». «Жить» лубочный немножко, мне больше первоисточник, Шукшина понравился. «Майор» нормальный, «Дурак» еще лучше. «Дурак» мне больше понравился, чем «Майор». «Майор» так, я не знаю, я в милиции не работал, не знаю, как там на самом деле все происходит. Было бы интересно посмотреть на тебя в милиции, если честно. Да, 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 безусловно. А поскольку фильм в жанре реализм и про милицию, то, наверное, надо оценивать с такой точки зрения, насколько похоже на жизнь. Ну вот, а «Дурак» хорош, да, то есть весьма неплохо. Больше понравился, чем «Левиафан», по крайней мере. То есть тут я с «Баткомедианом» согласен, редкий случай такой. Ну и «Дурак» же-то, если тебе «Левиафан» понравился меньше, чем «Дурак». Ну это просто несерьезно, на мой взгляд. Это совершенно разные категории фильма, то есть как это. Мне «Горько» понравилось больше, чем «Левиафан», я тебе открою секрет. «Горько», кстати, почему... Ну «Горько» это вообще один из лучших отечественных фильмов. Почему его обклали так? Потому что неправильный пиар ему был дан. Да все это фигня, все они правильно сделали. Я тебе больше скажу, сейчас выйдет еще новый фильм, там еще Нагиев играет, это тоже будет отличный фильм. Ну «Страновоз», да, надо посмотреть обязательно. Смотрели вы фильм «Гудбай Ленина», смотрели то как он... Ну мне не близка проблематика ГДР, ФРГ, то есть как бы... Мне кажется, это очень немецкий фильм про стену, соответственно, про разные части Германии. Мне вообще неинтересно было, то есть... Мне понравилось, там Челпан Хаматова играла немку, и это было смешно. Ну, собственно, сейчас большинство немцев выглядит как Челпан Хаматова, я не знаю, почему тебя это удивляет. В лучшем случае, как бы, то есть... Вот, смотрел из-за Маркса с Пахомом, тоже хороший. На одном уровне с дураком, на самом деле. Да, то есть с дураком Быкова, то есть за Маркса неплохой. Он немного лубочный, но это стилистика такая вот поскольку изначально... Я думаю, что он не понравился фанатам «Зелёного слоника», потому что, на мой взгляд, это абсолютно обычный фильм. В нём нет никаких таких, знаешь ли, вещей, которые, собственно... Ну, там, единственное, есть небольшая отсылка к... там, Пахом Голый... Ну да, Голый Пахом, я как раз хотел сказать. Смотрел ли я фильм «Мой папа Барышников»? Ты смотрел? Нет. Нет, я бы вообще фильм с таким названием даже смотреть. Вот «Мой папа Боярышник» я бы посмотрел, то есть, как бы, а кто такой Барышников, я вообще... Боярский, ты включил. Да, «Мой папа Боярский» отличный был бы фильм. Нет, ну, на самом деле, не смотрел. Я фильмы русские с такими названиями стараюсь страной обходить, потому что я как-то посмотрел фильм «Хрусталёв машину» или там фильм «Время печали ещё не пришло» с Мамоновым. Я, как бы, вообще стараюсь русские фильмы не смотреть после этих случаев. Не стоит оно того. «Хрусталёв машину»? У товарища Краснова есть отличный обзор на «Хрусталёв машину». Я, кстати, самый недооценённый обзорщик в русском интернете – Т. Краснов. У него где-то по 600 просмотров на каждом обзоре, хотя, как бы, вроде вкладывается он в них чуть-чуть поменьше, чем тот же Баженов. Вот. И у него обзор, там, я не знаю, на «Покаяние» этого, как его звать-то? Звягинсу? Да нет, это старый фильм ещё в 80-х годах, этого грузинок, вылетело из головы грузинской фамилии. Данелия? То есть, да нет. Это обзоры, короче, на всякую антисоветчину, потому что он совок. При этом он ненавидит гоблину, это совок, который ненавидит гоблина. Короче, тогда ему, наверное, не понравилась «Хрусталёв машина», если он совок. А, именно, у него обзор на «Хрусталёв машина» такой, что просто, там, дико. Не-не, я причём про Звягинсу вспомнил, у него же все фильмы, это про то, как люди куда-то идут, а потом баба кому-то изменяет одного из главных героев, и все умирают в конце. Я, как бы, смотрел два или три фильма, и они все вот такие вот. Мне кажется, Звягинсу очень жёстко изменила женщина у неё до сих пор. Барышников известный советский фугарист, сбежавший во время турне на Западе. А это не он играл в «Крепком орешке» чувака, которого повесили на железных цепях, как бы, такого, знаешь, Белобрысова с длинными волосами. Это не он? По-моему, он не Белобрысый был. Как не Белобрысый? Белобрысый такой здоровенный мужик, которого повесили на... Да, я про Барышникова, как бы, он не Белобрысый вроде. Так, что думаешь о популярном сейчас жанре антиутопии? Антиутопию, я не любитель антиутопии. Читайте «Государство Платона», оно исчерпывает вообще все утопии и антиутопии, которые потом появились. Обязательно прочтите «Государство Платона». Две тысячи с лишним назад мужик сидел, как бы, я не знаю, в полуголом виде, какую-то хрень там это написал, и всё, оно до сих пор действует абсолютно. То есть, просто поразительно. Это Болерун Гудунов. Да господи, так и какая разница, Барышников, Гудунов, блин, Шаляпин, какая вообще разница, эти русские, господи, их столько. Ещё он чей-то папа, мама. Да плевать, да плевать, дорогие друзья, а Барышников, не Барышников, зачем это вообще смотреть? Так, Илья, вопрос, почему Юбисофт вырезали самую дурацкую часть из Far Cry 4, решили сделать убогую игру про обезьяны, вообще, почему Юбисофт? Чувак, что тебя волнует вообще вот в жизни? Серьёзно, Юбисофт, Far Cry 4? Иди читай «Государство Платона», друг мой, пожалуйста. Займи свой мозг хоть чем-нибудь, или посмотри про папу Барышникова. Я уверен, что это отличный фильм, я не знаю, кто такой Барышников и о чём он, но вот ты будешь знать, и ты будешь уже в чём-то умнее и лучше меня. А Far Cry и Юбисофт, это вообще, я не знаю, если тебя действительно волнуют такие вопросы, то мне просто, ну, типа, действительно тебя жаль. Это меня не волнует, я работаю, зарабатываю с помощью игры в компьютерные игры. Мне вообще наплевать, Юбисофт, Far Cry, насрать. Вышла игра, запустил её, стрижёшь бабло на донатах, как бы, и всё. А при чём тут вообще какие-то, чего ты вообще ждёшь от Юбисофта и Far Cry, чувак? Ты хочешь хорошую игру от Юбисофта? Ты видел хорошие игры от Юбисофта, я не знаю. Иди смотри про папу Барышникова, и завтра расскажешь мне, и Платона прочитай за ночь. Так, есть два стула, на одном большевики, на другом либерал Ельцин. Куда сам сядешь, куда Россию посадишь? Какие большевики во время Ельцина, чувак, ты чего? Там были какие-то маньяки немощные? Он же задаёт условия, как бы, сам своим вопросом. То есть мы берём кучу евреев из 17-го года, сажаем их на... Или мы Ельцина берём и переносим его в 17-й год. Но Ельцина съели бы тогда. Ну да, конечно, типа. Да он сам бы, наверное, водкой отравился бы ещё до того, как сумел что-то сделать. Как бы... Ну я не знаю. Если большевиков перенести в 90-е, то они бы соснули, собственно, как и ГКЧП и все остальные. То есть, я же понимаю вопросы. Или ты... Ну, типа, я не понимаю, я не понимаю. У меня особо нет мнения на это, как бы... Вот эзотерический ельцинизм, это да, это наше будущее. А вот большевистскую заразу. А то, что меня спросили, кого бы я хотел, то есть, как бы, Ельцина или Путина? Вот сейчас, да? То я бы, наверное, сказал Ельцина, потому что он уже умер. Что думаете? Что думаете? Не надо. Сначала апреля начал отращивать волосы, до этого всю жизнь носил короткую стрижку. Сейчас волосы достаточно длинные, но их стало меньше, они выпадают. Стоит лысеть, но быть с длинными волосами. Или лучше носить короткую стрижку всю жизнь? Чувак, если ты начал лысеть, то лучше задавайся другим вопросом. Что втирать, там, как бы, в лысину, чтобы еще хотя бы пару лет походить не лысым? А то будешь как Никита Черников или Лысый из Бразерс. Только отличие от тебя от Никиты Черникова и Лысого из Бразерс будет в том, что тебе никто не даст. Есть такое, да. А вот спрашивают, что думаете о Фридрихе Ницше? Ну, смотри. Вот если взять, как бы, усы Ницше, бороду Маркса и волосы Киркигора, то получится самый мощный философ, на самом деле, в истории. Потому что, как бы вообще это выглядело, в принципе. То есть, вот я, что думаю, в основном, о Фридрихе Ницше. О самом. Вот. Больше у меня мыслей нет на эту тему, по крайней мере, еще раз. Так. Ребята, как сварить кумыс? Это гугл вопрос, его не обязательно задавать на эфире. Так. Кто, по-вашему, самый великий диктатор? Сталин, Гитлер или Пол Потт? В каком смысле великий? Именно что? Какая, какая часть тебя волнует в их величии? Потому что они по-разному были страшны, ужасны и велики. Какой вид травы легче всего вырастить в домашних условиях, не имея гидропоники? Какой-нибудь газон, наверное, канат. Да, одуванчики. Одуванчики, они везде растут. Сырников, сырников засадил, одуванчик пырей. Найди в интернете, есть сайт про службы исполнения наказаний Российской Федерации. Найди там адрес колонии, в которой сидит мужик, который выращивал коноплю и потом рассказывал, что мы должны употреблять колбасой, чаем и так далее. Помните, к которому приехали телевизионщики, а у него там все коноплей поросло, я забыл, как его звали. Короче, напиши ему письмо и спроси, какую траву ты растил, как и зачем. То есть, тебе придет интересный ответ, я уверен. Я не шучу сейчас, это дельный совет. Как вам мода на инцест? Новая мода. В сериалах и фильмах, не трэшовых, а массовых. Я не смотрю всякие Игры Престолов, поэтому единственный инцест, который я видел, был в фильме Папа да Свидос с Адамом Сэндлером, и я не думаю, что это можно считать полноценным фильмом. То есть... Ну, мода, ну как, ну, хотят переплюнуть просто предыдущие все проекты, вот вводят всякие новые вещи, то есть... И все в массовой культуре, наиболее, еще больше шок-контента было в сериалах, тогда больше смотреть будут. Вот Игра Престолов, соответственно, тоже, ну, Игра Престолов, она грамотно это все делает, то есть, там нарисовано сюда же красиво, для сериала особенно очень, на компьютере, вот, и, как бы, взаимоотношения персонажей, тоже 5 баллов. И вот если бы про Древнюю Русь сняли бы, хотя бы, ну, не Древнюю Русь, а Средневековую Русь, там, времен Александра Невского, что-то подобное. Да нет, пораньше. Есть фильм «Волкодав». Ну, а, вот, точно, да, есть уже, да. Я, кстати, думал, что «Волкодав» и «Ведьмак» одно и то же, почему-то я все время думал, что русские сняли фильм по «Ведьмаку», а это оказался «Волкодав». Да. Я бы еще снял фильм «Говнодав». Да, 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 а я помню, когда только вышел «Волкодав», были обложки, как бы, везде фотожабы на постер фильма висели в интернете, то есть, там, шаурма из мяса серых псов, там, и так далее. Сериал «Шерлок Холмс»? Ну, я не знаю, мне Ливанов никогда не нравился, ой, Соломин никогда не нравился. А если ты про «Высеры» с Камбербетчем, то это для, это, типа, знаешь, сериал для гомиков. Мне Камбербетч не нравится, то есть, как актер, вот он, из него никакой Шерлок Холмс абсолютно, если бы другой актер, был бы замечательный. Давай это, скажи, как относишься к этой школьнице, которая убила себя с помощью поезда, потому что я ничего об этом не знаю, я прочел, я не понял, почему такой хайп из-за этого. Ну, как бы, ну, премию дать родителям, как этой школьнице сразу, то есть, вот, замечательно вырастили ребенка, что пошла, положила голову на рельсы. Ну, и еще любопытно, что ей голову отрезало начисто, то есть, это, по-видимому, именно это людей так привлекло, что ей, как бы, релиозу просто отрезало голову, то есть, я не переехала, там, в двух местах, как бы. Так полно людей же кончается самоубийством, я не понимаю, в чем. Ну, да, ну, ей тоже.